ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветусы, амигас! Несколько месяцев назад я уже делал видео под названием «Советские ОБТ не нагибают», где я выкатал в бои танки, начиная от 64-ки, заканчивая 72-а. Ну, насколько я помню. И тогда эти танки показались в моих, по крайней мере, руках не самым лучшим образом. И у них было полно недостатков. Я назвал ветку однообразной, много чего высказал. В общем-то, сейчас в последнем патче танки эти апнули. Ну, апнули танки, порезали воропаево. В общем, у «Совочков» на поле боя появилось... Стало немножко больше шансов на то, чтобы нагнуть. Сразу скажу, что видео записываю в 30 фпс, в 30 кадрах, потому что очень оно будет, видимо, долго. И рендерить 60 фпс, это будет часов 5, наверное. Плюс ко всему, я вернул всем полюбившуюся гарнитуру с плоским и неправильным звуком из микрофона, потому что Razer звук из микрофона за 15 тысяч под названием Razer Siren мне так же не нравится, как и вам. Просто полное говно, я полностью согласен. Я ебал такой захват эхо, нахер он нужен. Возможно, что проблема в акустике комнаты, в акустических свойствах, и надо ее обклеивать поролоном, что проблема даже не цены, а эстетики внешнего вида. И ради чего, собственно, кто сказал, что звук станет лучше? Да, комнатное эхо пропадет, да, звук станет более правильный при этом, но, блин, я просто сейчас поставил китайскую внешнюю звуковую карту, подключил в нее гарнитуру, и проблемы наводки звука от блока питания пропали. Возможно, что в глубине души я просто хотел большой красивый микрофон поставить на стол. Да, Razer большой, Razer красивый, но бестолковый просто до безобразия. И 15 косарей можно потратить, я думаю, с гораздо большей пользой, нежели на этот девайс. Но я, собственно, ничего не знаю, повезу ли я его сдавать или оставлю здесь для красоты. Пыль собирать и ждать, когда же я возьму в руки гитару и что-нибудь исполню. В принципе, микрофон иметь дело полезное, иногда даже нужное. Звук, то, что идет только из колонок и не идет в наушники, я думаю, что эта проблема как-нибудь дорешаема, хотя хрен его знает. USB-девайс, к сожалению, общий, он идет и на звук, и на микрофон, и как их разделить. Вот если бы просто задний и передний вход системника, это разделяется. Да, а как USB разделить и выход на наушники сделать одновременно с колонками, вот это вот, это, конечно, вопрос. Так что я не знаю. Ну, можете написать, что вы думаете по поводу звука. Вообще, многие писали, что звук у Razer лучше, но я не знаю. То ли они хотели угодить, то ли у них какие-то, ну, очень супер колонки или наушники, потому что, ну, по мне так звук полное говно, которое на данный момент воздает Razer. Да, он там может быть, это и есть та фишка, эта чувствительность, но, черт возьми, видимо, этот микрофон слишком хорош для меня. Ладно, хватит этого лирического говна. Время выкатить в бои танчики. Кстати, насчет камуфляжей. А, о, у меня кое-что разблокировалось, смотрите-ка, можно покрасить. Но, честно, у меня кредитов на покупку танка-то не хватает. Хотя 80 тысяч можно и потратиться. Но это же на три камуфляжа, это уже не 80 тысяч, это уже очень много. Золото тратить на камуфляж, да ну его в задницу, я все равно в кустах не сижу. Поэтому я до поры до времени буду ездить на страшных танках, видимо, до покраски дело дойдет достаточно нескоро. Ладно, хрен бы с ним, понеслась. Вернувшийся стройреактор. Я, на самом деле, уже покатался по этой карте, ну, как думаю, многие из вас. В принципе, да, лагов нету, лаги ушли немножко на другие карты. Я не знаю, что, как так делается, что лаги были на одной карте потом. Это как-то феномен, феномен кочующих лагов. Они то на одной карте, то на другой. А сейчас у меня лагала карта последний раз. Как бы, по-моему, нефтепровод, что ли, там, как-то мне совсем фпс низко-низко просел. Ну, ничего. О, камуфляжный старшип. По-моему, это ведро, как ни крась, он... Ну, я бы не сказал, что камуфляж в этой игре, вот прям вот он, блядь, красиво как-то... Ой-ой-ой. Красиво как-то смотрится. По мне, так он как-то, ну, простоват немножко. Ну, до чего я не любитель War Thunder, да, но... War Thunder'ского геймплея. Но вот там камуфляж действительно как камуфляж. Можно из танка сделать просто какое-то древнее ведро, которое, блядь, корродировало под проливными дождями лет 15, мне кажется. И там только птичьего говна не хватает. Ну, то есть, там очень круто все это красится. Здесь танки, они всегда такие новенькие. Что с полосочками, что... Ну, в принципе, вы же здесь не боец, там, второй мировой. Вы здесь владелец своей маленькой частной армией. И у вас свой танкопарк, поэтому техника вся, типа, такая ухоженная. Но, блин, я хрен его знает. Когда-нибудь, возможно, допилят здесь возможность сделать свой танк более индивидуально выраженным. То есть, менять размер камуфляжа, размер декалей. То есть, более гибкие настройки сделать, чем просто. Но... Так, если подумать, то у вас три вида покраски, да, на разные сезоны. И три вида камуфляжей на разные сезоны. Все равно танки, одинаково покрашенные, одинаково выглядящие, будут встречаться очень часто. Красить танк исключительно ради того, чтобы получить 3% незаметности. Но если у вас и Т-шка, или ББМ-ка на худой конец. Ну, 3% незаметности, возможно, там чего-то и дадут. Но ради незаметности красить танк. Мы тоже пробьем его броню. Я просто офигеваю, что вот здесь сконцентрирована наша толпа. И она вообще ничего там не делает. Она не прикрывает, она не смотрит, они не стреляют. Они что там вообще стоят, блядь? Я вот понять не могу. Инстинкт, знаете, это как это... Когда в фильме брат на такси-то он ехал, и там это авария какая-то. А, брат 2. И начинают люди скапливаться и стоять смотреть, что происходит. Вот там тоже один остановился в кустах. Еще один подъезжает, блядь. А что он тут делает? Наверное, он знает место охуенное, где можно постоять, пострелять. Блядь, а я тут тоже постою. Сейчас, может, что-нибудь. У, жалко, пушечка-то не опустилась. У меня оборудование на этом танке стоит с самого стокового первого уровня, насколько я помню. Поэтому у меня есть сведение полчаса, блядь. Перезарядка 8 секунд. Возможно, что все было бы не так печально, если бы танк... Блядь, да ты еще там, что ли? Хопа, рикошет. Вообще ничего не вижу через кусты. Выстрелил уже на цвет маркера. О, еще один нашелся. Как-то тут много, ребята. На этом фланге, я смотрю, их вообще до хрена. Ладно, ясно, понятно. Атаковать возможности нету. Когда вся твоя команда стоит и даже по подсвеченным целям не стреляет... Это значит, что все очень плохо. Ну, смотрите, они уже приехали на ИТ-шках, а наши все... Наши все очкуют. В итоге, в итоге мое сражение сводится к размену. Я люхи получаю, получаю их вообще в борта, куда угодно, потому что... Вот они все-таки решили, решили что-то, что-то поделать. Но не с той стороны здания они оказались. По-моему, вот сейчас вот это жиголо отвлекет, может быть... Да, вот во взводе играть, конечно, проще. Особенно в толковом взводе, когда есть человек, который знает, что надо на себя отвлечь. Надо на себя снаряд принять. Что бывают такие ситуации, когда... Пиздатый выстрел просто. Когда надо просто получить плюху, да, чтобы твой товарищ по команде не помер. Пиздец полный. Полный пиздец. Уже и этих обошли. И теперь, и теперь сокомандники, они, блядь, не то что не помогают, даже, блядь, мешать начали. Вот, смотри, 64-ка стоит и... Теперь старши, блядь. Пошел ты нахуй, чувак. Просто иди, блядь, в жопу. Я, сука, тебя сам солью. Пиздец, какие вы, блядь, игроки. Нахуй вы нужны в этой команде, блядь. Лучше одному, сука, играть. Пиздец какой-то, блядь. Я просто хуеваю, блядь, с этого. Четвертый левел просто сборище одаренных, нахуй, персонажей. Выехал, прицелился, дал плюху, отъехал. Ну, чё сложного-то, блядь? Нет, нахуя? Можно же, блядь, цели закрывать. Стоять, это ж так классно, господи. Да, бомбит, да. Да, нервы, блядь, ахули. Ты, блядь, чё, куда, нахуй, выстрелил из этой камнеметательной машины на гусеницах, именуемой почему-то танком, блядь. О, Жигал и кого-то убил, смотри, кому-то стрелять, оказывается, умеет. Нифига себе, никогда бы не подумал. Ну, давай-то, повозка. Ну, 25 километров едет, ну, чё это за скорость? Причём, почему-то вот этот чувак едет быстрее, чем я. Я вообще не понимаю, почему это происходит. А, он по асфальту. Действительно, гусеничный танк, он же не может по траве ездить. Нормально, что? У него же гусеницы вообще не для этого. Ну, я, слушайте, я и по асфальту еле набираю. Это чё, так и должно быть, что ли? Надо в минусы к советской технике ещё динамику теперь записывать. Её нет. А, ну, начинается. Теперь надо ещё двое... О, боже. Самая, блядь, неинтересная часть геймплея. Вот, един из минусов вот этой динамичной, динамичной Armored Warfare, то, что когда в конце остаётся одна какая-нибудь злоебучая ББМочка, блядь, и Тэшечка, она начинает носиться где-то просто в ебенях, и её просто не поймать. Был случай, когда остались 4 танка против одного Фокса или какого-то такого говна, который просто включил фугас и не давал базу захватить, да? Его не видно, пока он не приедет, не постреляет. Когда его видно, по нему просто не попасть, и в итоге ничья. Просто он не дал базу захватить, даже убил несколько человек. Ну, это было на стриме, многие видели. Я бы хотел, конечно, выстрелить на ходу, но не из этого танка. Я боюсь, что я взорвусь просто, если на ходу плюху дать попытаюсь. И не я убил, ну понятно. У советских танков даже в упор попасть регулярно... Не, ну, конечно, это руки, конечно. Никакая не рандомная стрельба, никакие лаги сервера. Это, конечно, блядь. Ну, вот, 200 дамага, конечно, бой был говно. Плюс там 400 еще по-своему я предательски выстрелил в спину. Ну, что можно сказать? Да, кстати, заметил, что у танка здоровье осталось у меня в конце ровно столько, насколько его апнули. На самом деле, 64-ка, наверное, единственный танк из списка апа советской техники, которого апать смысла-то и не имело. Он и так был, в принципе, нормальный и годный. И дамаг на нем средний более-менее. Да, он, конечно, косой. Да, время перезарядки у него говно. Оборудование у него только два ставится. И то, вот видите, да, какое у меня оборудование стоит. Сервис ПАК-1, Сервис ПАК-2. Ну, вот. Но на этом танке и остальные, это ОБТ вообще сосущие. ОФ-40 этот, который просто танк самой последней линии. Он очень точный, да, он там перезаряжается быстро. Но это такая картонка, на которой просто вперед ехать страшно. Старшип, ну, это просто максимальная концентрация моей ненависти. Это вот, она сосредоточена на Старшипе. Ну, и больше того, что ОБТ 4 левела и нету. Ладно, переходим к следующему. Следующий это 72. Тоже танк. Концентрация моей лютой ненависти. Вот именно с 72 я начал ненавидеть советскую технику в этой игре. После 72-ки, 72А, это был просто разрыв шаблона. Это была просто ярость. Я настолько, настолько ее возненавидел. Я, причем, не буду играть на 72А, потому что у нее тут стоят оборудование такое клевенькое. Она в топ попадает. Слишком халявно было бы. Я буду, вот, первого уровня, первого уровня, первого уровня. Отлично. То есть, то, что надо. Вот именно на такой комплектации будет играть большинство... Не то, что из вас, большинство людей, которые впервые придут в игру. То есть, вот, когда ты покупаешь... Вот почему, вот как надо танк судить, да? Не когда ты там, блядь, выкачал себе все оборудование, как мне кто-то в комментах написал. Я там на Шеридан поставил себе, там, пиздец, какие модули, там, танк у меня стал точный. А танки, надо судить, не когда на нем стоят, пиздец, какие модули. А когда вот ты его прокачиваешь и ставишь на него то оборудование, которое есть в твоем распоряжении. Понятно, что там можно из любого говна сделать более-менее танк, установив на него, там, супермодули, там, прокачанного, там, командира, прокачанный экипаж. Но это не совсем корректно, я считаю. Тем более, что все равно этот Шеридан, даже при прочих равных, даже при супероборудовании, ну, слабые стороны у него остаются слабыми. А сильных у него по-прежнему нет. То, что там кому-то нравится на нем играть, ну, пожалуйста, на здоровье. Я просто к тому, что на других танках играть проще при той же, при равной абсолютно результативности. Ладно, переходим к 72. И я, конечно, понимаю, что реактора давно не было, и многие, возможно, по нему соскучились, но не настолько, чтобы кидать в него просто в каждом бою. Серьезно, реактор, 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 реактор. Вот, да, в предыдущем бою он накидал, возможно, мало урона. Можно и нужно. Ну, а Хитскуку. Где тут Хитскуку? Между сисек. Из клана Хитс. Это клан людей, которые там, блядь, с высшим образованием набирают там себе таких вот, типа, адекватных, блядь, с ником между сисек. С другой стороны, тоже есть Хитс. Чига. Да, 15 тысяч, а, полторы тысячи людей в этом альянсе. Это же так круто. Там такой серьезный отбор идет, что и пьебнуться можно просто. Хочешь, бьешь, не хочешь, не идешь. Ладно, речь не об этом. 9 секунд перезарядка у меня вот и 72. Еще один, кстати, еще один, так сказать, факт в пользу того, почему я не ставлю оборудование топа. Потому что ровно на этих же танках, при этих же оборудованиях и командирах я записывал предыдущее видео про советские ОБТ. То есть так проще будет сравнить. Вот, в предыдущем бою мало накидал. Да, против четвертых левелов надо накидывать больше, потому что они играть не умеют еще. Вот, и, да, конечно, можно выбирать и записывать видео на... Просто, ну, как, сохранять наиболее удачные бои с помощью ShadowPlay и отдельно их комментировать. Но тогда это делается, во-первых, с целью завысить свой скилл, показать всем, что вот как ты играть умеешь, какой ты молодец. Но при этом получается так, что ты намеренно хвалишь танк, ты, то есть, показываешь, что танк нагибает. А если танк говно? Ну, почему-то большинство вододелов они вот не могут сказать, что танк говно. Вот, вот, серьезно. Сначала мы записываем, что Т-80 танк отличный, у него там броня пиздатая, ствол охуительный, он нагибает. Пока ты единственный на Т-80, а остальные на шестых уровнях против тебя. Потом ты играешь на Т-80 с другими, блядь, седьмыми левелами и говоришь, что танк говнище полное. Охуительное вообще. Да получается-то. Ну да ладно. Собственно, что... Тут... У меня на канале достаточно умные люди в этом плане собрались. Им не надо объяснять такие очевидные вещи, слава богу. Ага, 72-ка прям там давит так уверенно. Кверти, вертап. Надо наградить чувака за инициативу снарядом в спину, но почему-то он все глубже и глубже проезжает, я не понимаю, почему его. Почему ему дают там ездить, просто как по дому, по родному. Чувак давит просто в одного, смотрите, заехал. Да ладно, его сейчас там и так съедят. Красавчик. Вот таких людей сейчас прибавилось, к сожалению, на восьмых и более левелах, на седьмых. Много кто в комментах об этом пишет, что действительно, благодаря этим акциям, ПВЕшники выкачали себе эти топовые машины. Блядь, участились случаи, что под видео в ПВЕ мне где-то пишут, что я-то в ПВЕ, блядь, дескать, играть не умею, что я вот тут, что ПВЕ-то это выбор мастеров, на самом деле. Вот, зря я гоню, блядь, что раки не только из ПВЕ берутся. Конечно, не только из ПВЕ, они берутся отовсюду, но проблема в том, что ПВЕшники, когда выкачивают себе топ-технику и выходят на ней в рандомные бои, а обычно они выходят на ней в ПВП бои, да, они вообще не знают ни зон пробития, ничего не знают. Поэтому, какой бы вы ни были нагибатор ботов великий, бля, мне в конце концов, что, заснять видео, как я с ботами играю? Да, я регулярно дохну, но я накидываю свои 15 тысяч урона, что мне там больше-то, и желать нечего. У меня не стоит задача выжить, у меня даже фрагов набить задачи нет, у меня задача набить урон и опыта выхватить, да, на стоковой машине. Я на топовых тачках, но только во время акции вот этой вот, на 500% опыта, когда игра залагала, мы пошли толпой ПВЕ нагибать. И это было очень весело, один из нас брал восьмой левел, остальные там шестерки, пятерки, блядь, и мы все равно побеждали, и все набивали урон. Вот что такое ПВЕ. Если бы эта гнидская машина прицеливалась хотя бы, блядь, на полсекунды быстрее, БМП бы сейчас у них уже не было. Где цель БТР-то, где ты ее видишь? Бамп, тур, мой любимый. Но эту БТР-ку, я смотрю, никто не прикрывает, а значит, что, блядь, ну как же не прикрывает? Почему-то вот она не сдохла, оставили шанс на реванш. Естественно, там 72-ки стоят на базе, две даже 72-ки стоят, пиздец. Правильно, нахер уезжать с базы, если можно прям на ней стоять. Бортом, он в сети причем. Жалко, второго не видно. Ну, он, видимо, вылетел, не знаю. Нет, он играет, он просто, это просто игрок такой. Игрок уровень бот. Да даже боты в ПВЕ адекватнее себя ведут. Даже не знаю, стоит ли ждать, что кто-нибудь поедет и чего-нибудь посветит. Тара, нам забирай, тара, нам забирай. Нет, не забрал, понятно. В общем, некоторые так боятся тарана. Задумка была хороша, но... В исполнении. Довольно непросто. Все, лопнул ERC. Так, сзади... Чифт он ушел бы, МПшка где-то там еще осталась. Господи, ты что, еще живой, что ли? Тюк, блядь, все, нету. Смотри, он там все пытается издалека куда-то мне накидать. Ну, писядь. Стэн Гросс. До последнего, чувак, до последнего геройский дефил базу и не ехал. Ну, УВН советского танка не позволяет, естественно, задрать ствол и выстрелить. УВН, вот вообще, он мешает стрелять не только вниз, он еще и вверх хреново стреляет. В этом плане, конечно, есть танки прямо образцовые. У Абрамса, до чего у него много минусов, у него такой УВН приятный. Просто на любых склонах ты можешь прицелиться, свестись и выстрелять. Естественно, наш Урал не догадается отъехать назад, чтобы чувак бортом попал под мой выстрел. Да и зачем? Если можно друг друга лбами упереться и постоять. Ну, что? А, в облачко. Фоксик приехал. Конечно, конечно. Радость какая. Ну, 2800 дамаги, да, накидана. Ну, и здоровье еще на плюху. На плюху с лишним. То есть, вот, если я пропустил бы выстрел от 72-ки, у меня здоровье осталось бы еще. Это именно вот последствия АПА вот этого. Они добавили здоровье, и теперь танк может получить в бою лишнюю плюху. Что для советского танка, который живет регулярно за счет разменов. Это на самом деле очень, очень даже неплохо. Ну, 2800 дамага. Ну, в общем-то так себе, ну да ладно, пойдет. Сука, это, блядь, какое-то нахуй издевательство. Сколько, блядь, можно кидать на одну и ту же карту раз подряд. Я понимаю, что база то там стоит, то здесь. Но мне от смены режима, от вот этого вообще ни горячо, ни холодно. В этой игре победа захватом и базы случается раз в 50 боев. Поэтому мне насрать, где она находится. Можно мне карту сменить, блядь, на что-нибудь другое тоже поиграть. Это, блядь, уже не видео про советский ОБТ. Это видео, блядь, тестим реактор, нахуй, после возвращения. Сука. Вот, даже при том, что уровень моей ненависти, концентрация ненависти к танку Т-72А у меня просто максимальная. Да, я его ненавижу и презираю всеми фибрами. Но, честно сказать, конкурентов среди ОБТ на этом уровне у него больше нет. Ну, Леопард только. Единственное, что Леопард более-менее годная машина. Может сравниться с 72А. ХМ-1 теперь это дырявый гандон. Он, серьёзно, вообще ни о чём. Хоть его хвали, хоть перехвали. Единственный его плюс это УВН нормальный. Он может там от башни играть, не знаю, на ландшафте как-то там нормально себя показывать. На этом его плюсы заканчиваются. Ни дамага, ни пробития. Пиздец, какое кривое говно. Вот, МБТ-70, я не знаю, что они с ним сделали. Танк поначалу, после покупки, мне дико понравился, потом он мне дико разонравился. Он косой, кривой, долго сводится, долго перезаряжается. То есть, ну, серьёзно, да, у него альфа здоровая. Но, чтобы этой альфой попасть, надо остановиться и 3 секунды постоять, подождать сведений. Это, ну, ни в какие ворот не лезет. Отвратительная телега, она стала в один ряд со Старшипом, серьёзно. Тоже альфа большая, но больше ничего нет, кроме этого. Такое чувство, что они просто хотят, чтобы я приехал и вырезал им арту. А, кстати, а что бы не попробовать, серьёзно? Что они сделают? Там есть какие-то 72-ки, значит, вообще не понимаю, где они, что они там делают. Кому летит вин снарядом с Эльвупле? Ха. А я знаю, что частенько всякие ББМ-ки пропускают. Но пропустить танк не самый быстрый через центр. Блядь, как всё печально стало на шестом уровне. Ну, это одно из последствий акций. Люди с четвёртого левела шагнули... ...на шестой, на пятой. Ой, кто-то стреляет всё-таки, ты посмотри. Ёпты бля, какая прелесть. Торжественно поворачивается башня Т-72А. Но просто, мне кажется, что в жизни не может у него так медленно башня поворачиваться. Но посмотрите, она просто, я не знаю, со скоростью асфальтового катка развернулась. Ууу, выстрелил, батюшка, нифига себе ты. Покарал меня прям за дерзость. Да, свои же сейчас ещё по башке настучат. Ну, вообще ненужная плюха, я согласен. Вобла. Сука. Сука. У меня даже ремкомплект стоит не общий на этом танке, а, сука, этот, дешёвый. По отдельности, который чинят. Вобла отъехала. Ха... Кто ещё хочет позащищать? А где вторая арта у них стоит? Я что-то не вижу. Она что-то затихарилась и даже не стреляет. Блин, как бы меня сейчас в борт не пизданули. Нет, никто больше не поехал. Правильно, а чё тут делать? Арты нет, ничего нет. У нас, вон, минус один у кого-то нормальный. И это не хит, что удивительно. Ну, вообще, по сюжету, вторая арта обычно где-то здесь стоит. Странно. Куда она могла... А, ага. Есть вещи, которые не меняются. Больно, блядь. 225 дамага. Ну, сейчас ещё 225, она мне ёбнет. Блядь, крыса ебучая, спиздили фраг просто из-под мышки. Можно было её начать вот объезжать, мудиться. Ну, нахуй надо время трассе. Блядь, ебать какой косой выстрел. Вот, серьёзно, на советских танках вдаль стрелять просто смешно. Ты просто видишь, как у тебя снаряд улетает куда-то за круг разброса, блядь. Наводчик Киржаков, блядь. Странно, как-то быстро в гору заехал 72-й. Я думал, сейчас он скиснет моментально, как в окно он пойдёт. Сейчас, сейчас. Ага. Как-то, как будто мы их с воды атакуем, судя по карте. А, 72-й классно на два стволатора. Прямо просто грудью, грудью дот закрыл. Так. Да, я пока ехал, в общем-то, их всех послевали здесь. Ни хреново. Да, можно было, блин, на самом деле, больше накидать. Уж больно хотелось им базу прорашить. Ладно, решил контрольный бой на 72А бахнуть. При всей моей ненависти к этой машине. Да, я её ненавижу вообще, ну, просто лютой ненавистью. Она мне не нравится. Но, даже при всём при этом, те люди, которые играют на 72А, думают, что вот, ещё один танк, и мучение кончится. Дальше уже пойдут наши былинные танки. 80, 90. Хуй там плавал. 80, блядь. Ещё хуже, чем 72А, потому что, ну, просто говнище, блядь. Там такая ярость на этом танке играть ему. Динамики пожалели, блядь. Он картонный, нахуй. Дыма даже нету, пиздец, на седьмом, на каком-то, на седьмом левеле. Просто я не знаю, за что его так, нахрен, за что его сделали таким убогим. 90, да, вот 90, возможно, получше уже. Но, опять же, это единственный танк, который до сих пор в НЛД пробивается на восьмом уровне. Как бы, что само за себя говорит, мне кажется. Ну, чё там, свет будет, не будет? Ой, звезда упала, блядь, загадывай желание. Ой, снаряд от арты летит, загадывай желание. Да, видимо, у БМП... Три, блядь. Экипаж слепой на оба глаза, нихуя ничего он не высветил. Здесь вот, вот, вот это место, вот, сука, если вы играете на какой-нибудь ББМке, сразу его надо подсвечивать. Потому что, когда танки едут по восьмой линии, их отсюда можно дамажить в борта. Это как, все научились уже подсвечивать на тихой реке тех, кто заезжает под мост, да, чтобы их в борт разбирали. Это уже все. Вот здесь тоже на носу себе зарубите, что можно делать ровно то же самое. Это очень эффективно. Так, чё там? Да, я, я, да, и я промахнулся, и снаряд упал. Даже если бы я идеально прицелился, все равно бы ни хрена ничего не... Попадание бы, чудо-чудо попадания бы не случилось. Вот, у них свет так свет, сука, только, блядь, вперед проехал, сразу нахуй обнаружен. Косой. Угу, отлично, блядь. Все, стоим, ждем, когда это говно упадет. Вот, а нашего так снесли, что ли? Леха. Ай, в жопу. Блядь, надо было сразу дым кинуть. Вот почему у врага свет вот повсюду. Куда не поедешь, тебя светят. Вот, постоянно, блядь, у нас едешь, сука, на ощупь, нахуй, как кот Базилио, блядь. Ищешь, где там враг какой-нибудь, хоть выстрелить-то, ебаный, в рот. А ББМ-ки тебя прикрывают сзади огнем. Так, блядь, мужественно, просто мега полезно. Вот это я так угол срезал, плюху просто получил, нахер не нужно вообще. Ехал бы по дороге, как все, блядь. Но, согласитесь, вот постоянно такая херня бывает, что видишь врага, начинаешь ехать к нему. Ну, подъезжаешь вроде уже на позицию, хуяк он исчез, и все, и больше его никто не светит. Не знаю, как у вас, у меня постоянно такая залупа. Конечно, нет эффекта, нихуя себе, как его, блядь. МБТ-то в НЛД пробить, блядь, из Т-72-го, блядь, у которого пробитие на уровне больше всех. Какой там, нахуй, эффект, вы чё? Ай, в пизду, сами его забирайте. Я ебал на его дамаг выезжать. Конечно, блядь, нет эффекта, нахуй, какой, блядь, о чём вообще базар-то, ебать. Столько боёв победных подряд. Хуй тебе теперь они эффект, да? Соси, блядь. То снаряды мимо улетят, то эффекта не будет, блядь. Да, блядь. Удивительно, что сейчас, блядь, дамаг прошёл. Вообще не промахнулся, вообще шок, блядь, чё случилось. Ну чё, его добьют? Кто, если не я, блядь. Ну, в эту блоху, блядь, с такого расстояния бред полный стрелять. Леопарда пойти добрать в задницу, не знаю. Удивительно, блядь. Чё случилось? Откуда точность? Чё, мне наводчик поменяли, что ли? Наверное, блядь, за пушку этот мехвод пересел, ёптась. Там сейчас всех и без меня, походу, разбирают. Бейтесь, суки, сопротивляйтесь. Оооо! Вот моя жирная. Дамагоносец мой. Так, 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 тихо, тихо, стопэ. Стопэ, заряжай. Пышь, ядро, порох. Выстрел, да. Ну чё, дадут ли опика Ice Baby забрать, нет? Воина, воина нахуй достать. Ну, блядь, поехал. Сука, пиздану сейчас по колёсам. Батька, блядь. Сколько у батьки первый фраг? Так, батька, ты, блядь, незаменим в этом бою. Ты приехал, блядь, и просто забрал. Пошёл нахуй медаль, блядь. Рамон всё понял. Рамон не бежит мстить, блядь, за него. Ну, потому что, блядь, пока я тут воюю, набивая фраги, какое-то говно, блядь, стоит в кустах. Потом приезжает, начинает, блядь, пиздить фраги из-под носа. Нахуй надо такие, блядь, сокоматники. Весь бой я, блядь, без света тут снаряды собираю. А это, блядь, стоит там, нахуй, в кустах с патурами, со своими, блядь. Хуй тебе, блядь, чувак. Всё-таки я урвал свою награду принципиальной важности. Правда, пришлось шестерых замочить. Ради этого. Ну, на 72А у меня просто очень мало, наверное, медалей, потому что танк, ну, очень, вообще, очень и очень. Ладно, осталось, что там, 80-й остался. Понеслась. Сочетание этого убогого танка и этой карты, где, как бы, ну, воюешь на барханах, а ствол опустить вниз не можешь, это просто боль в заднице, на самом деле. Хуже только в этот горящий песок попасть, блядь, в этот город обосранный, обосранный. Вот там вообще просто ярость. 80-й, ну, серьёзно, один из самых хуесосных танков на своём уровне, блядь. Дыма нет, брони нет, ничего нет. Есть только пушка, блядь, у неё есть дамаг и пробитие, но она косая, кривая, нихуя не попадает и вниз не опускается. А так, танк, конечно, норм. Ну, и динамики ему, естественно, пожалели, потому что, ну, 80-ка, хотя бы, если бы она ездила чуть-чуть побыстрее, может быть, тогда она была бы годной. И весь её ап свёлся к тому, что ей, ну, как и всем, добавили 10 метров обзора, по-моему, да, там стабильно всем накинули. И здоровье там 190 или что-то типа того. Это несерьёзно там. Вроде кто-то писал, что ей там броню приклеят, что дымовую завесу дадут. Где это всё? Нахуй мне эти 200 здоровья на этом, блин, говнотанке. То есть тут нужен системный комплексный подход, как говаривает наш президент. А, блядь, я думал, я думал, Воропаевский сперк включился за попадание. Чё, увидели, не хватает обзора увидеть, блядь, 80-ку, которая вот там стоит, что-то, смотрите. Нет, всё-таки, всё-таки кто-то его обнаружил, но сомневаюсь, что это был Визель. Всё. Геймплей на этой карте застопорился. Чего ехать? Куда ехать? Куда ни сунься, везде напиздрячат, моментально. Там ствол не опустить, там напрямую без брони выезжать смысла нету вообще никакого. Центр, естественно, просран. Вот на этой насыпи кто стоит, тот и побеждает. У кого оттуда команда светит, те в бою и затащат. Вот такая вот простая арифметика. Потому что я бы рад сейчас вот здесь ломануться вперёд, выйти в тыл, но хули там, вон, сразу стингеры, чентарик, блядь, БМП-3. Они такой пиздюлей оттуда таких надают. Стремительных просто. Конечно, нет эффекта, с какого хуя-то, блядь, в люк выстрелить из танка с лучшим пробитием на уровне. Никакой эффект, никакого, блядь, эта хуйня полная. Фугасов, блядь, нет, ничего нет, пиздец полный. Да, 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 я бы их и рад там встречать, видите ли, но мы проебали центр, а с центра будут кидать снаряды по жопе, блядь, если туда поехать нахуй оно надо. Вот, вот этот, вот эта, блядь, песочная насыпь на этой карте, это самое, блядь, стратегически важное место, и мы его проебали. И серьезно, наверное, команда еще думает, блядь, им надо победить, наверное, надо, бля, выиграть. Че суетиться, сейчас они все равно, все равно приедут. Такая даже, блядь, птур включу, может хоть этому челику какому-нибудь в крышу закину. Леопарда там, главное, нету в толпе, у которого уже Каза на этом уровне есть. Вон, челленджер, поехал, блядь, отлично, снаряды в жопу собирать, блядь, пиздец полный. Ой, ёптвою мать, сука, как тяжело, ёптвою, ой, блядь. Ну, сейчас я, походу, единственный, кто их будет засвечивать, сейчас я свой дамаг-то получу. Не нанесенный, так по разведданным. А в БМД их, интересно, КАС уже есть. Сука, блядь, птур на неё потратил. Ой, привет. Блядь, пока, сука, птур этот ебаный приготовил, думал, челленджер первым поедет. Но, видимо, челленджер такой обоссанец, что... Сука, надо... Да нахуй, блядь, с этой командой только в джунгли зовут, блядь, участвовать, сука. Травоядные, хищники и прочие животные, блядь. Ну, давай, в этот раз должно повезти. Правда, блядь, эта карта на 30 фпсах сейчас размажется, наверное, по всему экрану. Но зато тут, смотрите, 60 кадров теперь стало держаться стабильно. Более-менее. То есть, ну, видимо, что всё-таки на каких-то отдельных картах оптимизация уже идёт. Естественно, команда ринулась рашить вверх толпой своей. Своей, блядь, мелкого рогатого скота, как обычно. То есть, ну, инстинкт, блядь, куда все туда... А, просто посмотрите на нашу команду. Это вот после акции, вот это всё, что на четвёртом левеле играло на ИТ-шках и ББМках, оно теперь качнулось, блядь, на шестые, на седьмые левелы. Смотрите, танки, блядь, из игры как будто пропали, нахуй. Одна, одна вот эта хуета, блядь, кустовая теперь в командах просто. Вон они, смотрите, сверху что делается, просто на миникарту посмотрите. Кодла просто встала, блядь, там уже нахуй опиздюливание идёт, потому что, ну, в толпе-то, блядь, кустовых бойцов. Хуй решишь, кто светить пойдёт. И всё, и всё, и атака захлебнулась. Наш один леопард не вкурил, что с той стороны команды, скорее всего, делается то же самое, блядь, в кустах. Напротив нас решил выехать, плюх получил. А, у них, не, у них вон нормально, танки давят, танки едут, всё нормально. Сука, на, на тебе в крышу, ёптась. Абрамс в лоб пробивается, но херово пробивается в лоб, скажем прямо, блядь, он. Ой, командир приболел. Я надеюсь, что ты без аптечек играешь. Лёпик как не высунется, сразу пиздюлину получает. Мне нравится его стиль. Самоотверженный. Узел уничтожен, но это, блядь, надеюсь, был хуенно важный узел. Больше похож на мигалку какую-то полицейскую. Я был бы рад поджечь челленджер один, если бы у меня, блядь, были фугасные танки. Ну нет эффекта, блядь, на нахуй, сзади пиздец понеслась. Его, конечно, наказали на 700 дамага тут же. Ну чё, пиздюк, блядь, приехал пострелять в спину. Быстро его отоварили. Но это не последний, кто сейчас сюда приедет. Сзади. Лёпик, иди нахуй отсюда, ёб ты заебал. Шотный, всё равно лезет, блядь. Всё равно лезет, ебать. Объехал, всё равно вылез, блядь, и пиздюлину получил. Ёб твою мать, а. Сука, башню, блядь, ебашню заклинило. Так, я думаю, что пошёл этот лёпик в жопу, надо отсюда сваливать нахуй. Там, правда, чантарик стоит, этот грёбаный падла. Может, он куда-нибудь смотрит хоть в другую сторону. Я просто думаю, что... Будет больше пользы, если я объеду всю эту кашу. О. Ой. Пацан к успеху шёл. Ой, блядь. Да, блядь, вот это вообще, ох, прижгло. Да вы, блядь, заебли. А куда вас тут столько-то? Как им понравилось это направление, видимо. Смотрите, они все здесь просто были. А, ну правильно, это последние выжившие. Мы их так-то раскатали, я смотрю. Блядь. Да. Разрыв очка просто состоялся. Это была просто аннигиляция за... Гиперкомпенсация за то, что в прошлом бою я попал в такую команду, блядь. В этом оказался среди разрывателей. И успел таки накидать... Три с половиной ксаря дамага. Ну, в общем-то, что можно резюмировать. Ап советскую технику, конечно, хорош. Вот. Ровно до... Ровно до Т-80. Потому что, ну, если там на предыдущих уровнях ещё можно было отделаться тем, что накинули здоровье, накинули, блядь, 10 метров обзора, что вообще ни о чём для танка, то Т-80 нуждается в несколько другом подходе. Вот. Т-80 нужна, блядь, нормальная какая-нибудь броня там навесная, я хуй его знает. Возможно, с динамики добавить всё-таки газотурбинные. Это что-то должно значить в этой игре. Да, там пишут, что газотурбины, это там вот это, вот это, вот это, блядь, а дизельные, это вот это, вот это. Какая-то в игре разница-то между движками, блядь, должна быть, нет? Почему я не чувствую никакой газотурбинности? Это неправильно. Дымы, блядь, дайте танку, ёптой, нахуй он без дыма нужен на седьмом уровне. Это же пиздец какой-то натуральный. То есть, всем доволен, отлично заапали советскую технику, всё равно она говно, я её презираю, блядь. Вот. Но именно... Но именно вот Т-80, вот это не зачёт. Тут другие решения нужны были. Просто накинуть ему здоровье, тут не прокатит. Он всё равно продолжает насасывать. Вот, в общем-то, такое моё мнение. Можете написать, что думаете вы. Вообще что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите. Адьёс. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон